Удивительная наука История жилищного строительства тесно связана с эволюцией человека и началась 2 миллиона лет назад в каменном веке, когда наши предки начали искать крышу над головой. Пещеры давали охотникам и собирателям вполне сносную защиту от дождя и холода. С появлением инструментов и развитием технических знаний люди стали строить дома из дерева, а позже и из камня. Замки, представлявшие собой массивные защитные крепости, стали появляться на земле как защита от внешних врагов. Когда дома перестали выполнять роль защитных сооружений, человек стал уделять внимание внешнему виду. Современные дизайнеры создают свои высотные конструкции из стали, стекла и бетона. Дома в сто и даже более этажей теряются в облаках. Каждый этап жизни человечества отмечен своим собственным, ни с чем не сравнимым способом организации жилья. «Где же будут жить люди в третьем тысячелетии, разум которых направлен на космос?» «Мы стремимся к максимуму, который можем достичь. Любознательность, жажда знаний, желание завоевать новые территории — все это неотъемлемые части эволюции человека. Теперь, когда человек неплохо изучил свою планету и заселил практически все ее уголки, мы стремимся покинуть колыбель человечества и занять место в самом удаленном уголке земной атмосферы». Пожалуй, самый важный шаг на пути к новой цели человечество сделало в 1984 году, когда ученые создали Международную космическую станцию или МКС. С тех пор здесь, на высоте 400 километров над землей, наблюдается заметный прогресс. На площади, равной футбольному полю, вместе работают представители Канады, Японии, России, Бразилии и Европы, создавая продовольственные модули, транспортные системы, исследовательские лаборатории и, самое главное, два жилых отделения. Работа космических архитекторов имеет гораздо больше ограничений, чем работа их коллег на Земле. Окружающие условия тоже очень отличаются. Невесомость определяет особое расположение объектов, и выбор строго определенных материалов. В рамках этих ограничений нам предстояло создать пространство, которое было бы похоже не на космический корабль, а на жилое помещение, предназначенное для существования людей. В 2001 году итальянец Умберто Гуидони стал первым европейским астронавтом на МГС. В исследовательском центре Европейского космического агентства в Голландии находится копия его космической комнаты. У нас было несколько свободных часов перед сном. Это время отводилось на личную жизнь. Можно было почитать книгу, послать своим родным сообщения по электронной почте. Чтобы чувствовать себя комфортно, там не хватало дизайна, красоты и цветов. Окружающая обстановка слишком часто напоминала о работе, а не о досуге. Это будет очень актуально, когда МГС станет домом для постоянной команды из семи человек, которые будут жить и работать на ее борту. Очень важно сделать их пребывание в космосе как можно комфортнее. И чтобы воплотить эти пожелания в реальность, архитекторы внесли некоторые изменения, сделав интерьер более обыденным. Специалисты, планирующие структуру и пространство для жизни и работы людей, должны следить не только за правильностью и функциональностью внутренней организации станции, но и сделать ее более материальной для пользователей. В космосе все должно быть так же, как на Земле. Только долгое время на этот аспект не обращали внимания. В 1972 году подобная невнимательность привела к забастовке в космической лаборатории. Поэтому сейчас подготовка к полету человека принимает все более гуманное звучание. Не так давно в Цюрихе были выставлены макеты самых последних направлений в космическом дизайне. Космическая архитектура сводится строго к удовлетворению простых человеческих потребностей. В отличие от Земли, набор материалов, которые можно использовать в космосе, весьма ограничен. Немного пластика, а еще лучше алюминия или угольного волокна. Одно из основных правил – никаких испарений. Объекты должны быть приятными на ощупь, не иметь острых углов и должны быть выкрашены в неотражающие цвета. Помимо всего прочего, архитекторы ограничены в размерах и весе предметов интерьера. Вес – это все. Снижение веса именно посредством разумных конструкций, а не использование иных материалов, ведет к сокращению финансовых затрат. Примером этого может служить биореактор, который представляет собой оборудование для хранения и размножения клеток. Иногда невесомость создает более удобные условия, чем на Земле. То, что на Земле хранится в футляре размером с человека, архитекторы и инженеры могут уменьшить до размеров 8 на 4 и на 2 с сохранением тех же функций. Космическая архитектура неизменно тяготеет к футуризму, вне зависимости, связана ли она с работой или с отдыхом. Набор цветов и формы похожи на те, что существовали во времена наших бабушек. Когда в космическом интерьере используется старомодный тумблер, мы знаем, что он безотказно проработал целых 60 лет. А это гораздо дольше, чем современные сенсорные системы. Этим объясняется удивительная, на первый взгляд, старомодность космических интерьеров. Но видимость может быть очень обманчивой. Параболические полеты часто используются в современных экспериментах. Пилот направляет усовершенствованный аэробус вверх под углом 45 градусов, а потом начинает падать. Спустя некоторое время он снова поднимает машину в высоту. Эту процедуру он повторяет до 40 раз, увеличивая практически вдвое силу гравитации и невесомость. Тем самым подвергая проверке новые конструкции и материалы. За счет такого свободного падения параболические полеты дают возможность испытать наиболее продолжительную по времени 25-секундную невесомость на таком близком расстоянии от Земли. Вот почему подобные упражнения входят в программу подготовки космонавтов. Однако основная подготовка проходит в бассейне. И дело здесь не в дешевизне, а в том, что эти условия наиболее близки к условиям невесомости. Особенно в открытом космосе, где космонавтам приходится работать по 6-8 часов подряд. В таких бассейнах вода помогает ощутить невесомость и внешнее давление. Тренировки помогают астронавтам научиться управлять своим организмом. Эта группа учится заменять рабочую стойку в исследовательской лаборатории Колумбус. Под водой курсанты привыкают жить и работать без гравитационной силы Земли. Обязательной частью подготовительной программы является так называемая человеческая центрифуга, которая используется, чтобы создать гравитацию в десятки раз сильнее земной. Врач постоянно следит за физическим состоянием астронавтов. Попробуй поднять правую ногу, как ощущения? Нормально, только весит не меньше тонны. Здоровье вообще играет важную роль в космосе, и тем более для жизни на МКС. Разумеется, жизнь на МКС совершенно не похожа на ту, что мы ведем на Земле. Однако основополагающие принципы остаются неизменными. Так что, если у кого-то на станции возникнет серьезная проблема, его могут доставить на Землю в течение нескольких часов. Иногда на Земле нужно столько же времени, чтобы доставить больного в больницу. Но чаще всего срочной медицинской помощи не требуется, потому что астронавты находятся всего в 400 километрах от Земли. С помощью точной контрольной системы регулярно проверяется информация о состоянии их здоровья. Кроме того, у астронавтов налажено бесперебойное радиосообщение с наземными службами. Если на борту происходит что-то требующее немедленных действий, команда медиков на Земле, которая 24 часа в сутки следит за астронавтами, немедленно среагирует, будет налажен телекоммуникационный контакт в реальном времени. Передача информации о состоянии астронавтов врачам на Земле осуществляется посредством спутников, таких как Артемис. Осенью он достигнет своей конечной высоты на отметке 36 тысяч километров от Земли. Из-за того, что он вращается с той же скоростью, что и Земля, создается впечатление, что он стоит на одном месте. Но подобное положение обеспечивает немедленную передачу больших объемов информации между спутниками, МКС и врачами. Однако, когда планируется долгосрочная экспедиция на станцию, ученые рассматривают альтернативные решения, потому что возможная задержка во времени может создать серьезную угрозу жизни. С увеличением расстояния между космическим кораблем и Землей задержка сигнала будет увеличиваться. Задержка в передаче данных с Марса может достигать 20 минут. Это совершенно недопустимо, когда речь идет о немедленном реагировании на проблему. Где бы в космосе ни находился корабль, он неразрывно связан с Землей. Вода, кислород, еда, одежда и топливо производятся на Земле и затем транспортируются в космос. Голландские ученые разработали новое средство транспортировки, которое уже работает. Автоматический транспортный корабль, или АТК, является верхней ступенью ракеты «Арианы-5», с помощью которого мы сможем доставлять на МКС груз весом до 9 тонн за полет с частотой 1 рейс в год. АТК выводится на околоземную орбиту ракетой-носителем «Арианы». И тем не менее он работает в автоматическом режиме. Это означает, что он может пристыковаться и отстыковаться без вмешательства человека. Кстати, каждый килограмм перевозимого груза обходится международному космическому обществу в 22 тысячи евро. Вот почему ученые так обеспокоены поисками альтернативного способа транспортировки. Один из рассматриваемых способов — через генеративную систему. Яркий пример подобной системы — мир, в котором мы с вами живем. Он снабжает нас воздухом, водой, едой и даже энергией без нашего вмешательства в систему, неотъемлемыми частями которой являются геология, атмосфера, гравитация и магнитные поля. Микроорганизмы дают нам возможность делать то, что мы принимаем как само собой разумеющееся, без нашего включения в некий сложный процесс. Так почему бы просто не скопировать мир, в котором мы живем? Эта мысль возникла у некоторых ученых. Идея была замечательной, очень американской. Она заключалась в создании маленькой копии нашего мира под названием «Биосфера-2» и заселении ее астронавтами. Прожив в новых условиях два года, они решили, что готовы к полету на Марс. Итак, в Аризонской пустыне была создана биосфера-2. Похожая на огромный дом из стекла площадью в четыре футбольных поля, она была более-менее отрезана от влияния извне. Внутри сооружения были воссозданы разные уголки земли, начиная от тропических джунглей до океана, от степей до пустыней. Но, несмотря на работу первоклассных специалистов и огромный комплекс оборудования, который отслеживал состояние и вносил изменения, что было частью проекта, ученым пришлось признать свое поражение. Главное отличие между биосферой-2 и реальным миром состоит в том, что ты не можешь учесть все детали или внести изменения и потом утверждать, что система функционирует как настоящий мир в миниатюре. В природе существуют такие взаимосвязи, которые невозможно понять или воспроизвести, ни математически, ни иным способом. Поэтому я считаю, что нам следует стремиться не воспроизвести в космосе некую биосферу, а понять, как функционирует та система, в которой мы живем здесь, на Земле. Биосфера-2 была создана, чтобы больше узнать о природных системах и их взаимодействии на Земле. С этой целью было установлено 2000 сенсоров. Но пространства в полтора гектара было просто слишком мало. Полезные растения гибли, тогда как вредные животные и растения размножались непропорционально. Жизнь там в конце концов стала невыносимой, и ученые вынуждены были прекратить эксперимент. Чтобы понять связи и попытаться их воспроизвести, надо начать с маленькой системы площадью в один квадратный метр. Такое пространство легче контролировать, а уже потом понемногу увеличивать площадь. По-моему, начинать надо именно так. Возможно, через сотню лет эта искусственная биосфера вырасти до необходимых масштабов, но тогда ее создатель будет понимать механизмы ее функционирования. Однако некоторые успехи в создании генеративных систем все же есть. Например, образование кислорода. На МКС или во время будущей экспедиции на Марс астронавты будут дышать кислородом, взятым из внутреннего пространства корабля. Человеческий организм перерабатывает кислород в углекислый газ, который выдыхается как ненужный. Только подумайте, сколько кислорода требуется человеку. Ежегодно каждый из нас вдыхает до 320 килограммов. Если учесть, что на МКС постоянно живут 7 астронавтов, значит, в год потребуется доставить в космос 2200 килограммов кислорода в том или ином виде. С другой стороны, те же астронавты выдыхают диоксид углерода в количестве 2,5 тонн, которые просто выводятся в космос. Чтобы не терять кислород, входящий в состав углекислого газа и так необходимый нам для дыхания, исследователи на Астриуме изобрели способ восстановления кислорода. Цель этого процесса – преобразовать максимальное количество диоксида углерода в кислород. 15 лет специалисты пытались извлечь кислород из воздуха космической станции. Воздух, содержащий углекислый газ, выводится из модулей, а вода под действием электрического тока распадается на составные части – кислород и водород. После чего кислород смешивается с воздухом корабля. Водород нужен для работы реактора, который выполняет роль катализатора и сделан из драгоценного металла и керамики. В нагретом состоянии его температура достигает 600 градусов по Цельсию. В результате этого процесса водород и диоксид углерода превращаются в водный пар. Полученная вода снова разбивается на водород и кислород, что завершает цикл. Таким образом, самым важным элементом этого процесса является вода. В настоящее время вода доставляется на МКС в контейнерах. Другим источником воды в космосе может быть отработанное топливо космического корабля, побочным продуктом которого является как раз вода. Ее можно не спускать на землю, а оставлять на МКС непосредственно после стыковки. Подобная система получения кислорода из воды дает до 1000 килограммов в год, что представляет некую степень независимости от земли и существенно сокращает стоимость транспортировки. Подобная экономия очень важна для долгосрочных экспедиций, например, на загадочную планету Марс. Находясь на большом расстоянии от Земли, эта планета остается не такой достижимой, как Международная космическая станция. Но это пока. Неважно, сколько времени это займет или как это произойдет, но мы непременно достигнем планеты, которая пока считается негостеприимной. Эта большая красная планета давно разжигала воображение людей, которые годами размышляли о возможности существования неизвестной формы жизни. Снимки экспедиций Маринер и Викинг в 60-х годах показали, что марсиан не существует. Однако марсианская лихорадка вспыхнула с новой силой в 1997 году, когда экспедиция «Следопыт» обнаружила образцы бактерий на метеорите с Марса. Считается, что когда-то Марс был сходен с Землей по своей геологической структуре. Исходя из современных снимков, можно предположить, что когда-то эта планета частично состояла из воды и имела довольно плотную атмосферу. Из всех планет Солнечной системы, которые достижимы для подробного изучения, Марс более всего сходен с Землей. Не исключено, что миллионы лет назад здесь тоже зародилась жизнь. Ученые считают, что когда-то ближайшая к нам планета Солнечной системы была покрыта сетью рек. Возможно, на ней даже были океаны. Но когда температура начала падать, планета начала высыхать, реки покрыла ледяная корка. Сейчас нам доподлинно известно, что на Марсе осталась вода. Возможно, в глубоких впадинах или в глубинных гидротермальных источниках. Остается узнать точно, где именно. Но из-за большого расстояния между планетами все полеты на Марс до сих пор проходили без участия человека. Вскоре Европейским космическим агентством был отправлен космический аппарат «Марс Экспресс» с посадочным модулем «Бигль-2» с миссией найти следы жизни на Марсе. «Бигль-2» оснащен специальным буром для забора образцов грунта, которые будут изучены на месте. Этот бур был создан немецкими инженерами из Кёльна. Его длина 28 сантиметров, а диаметр всего 2. Но, несмотря на столь малые размеры, он может врезаться в грунт на полтора метра. А так как этот бур работает так же, как обычный, он может делать забор грунта, в который он проникает. Предыдущие миссии на Марс уже сделали замеры планеты. Теперь же ученые ждут новую информацию. В частности, данные о возможном существовании форм жизни за пределами Земли. Но, чтобы получить однозначный ответ на вопрос, стоит ли что-то за рассказами о марсианах, людям придется найти способ самим добраться до Красной планеты. В настоящее время международное сообщество ученых работает над проектом по исследованию Марса под названием «Ведьма». Суть его сводится к тому, чтобы проводить эксперимент на Земле в условиях, близких к условиям на Марсе. Длительное пребывание ученых в подобных условиях позволит им получить реальное представление о жизни на Красной планете. Ученые — особенные люди. Чтобы они могли выполнять свою работу, их надо оставить один на один с ней. Чтобы сохранить ощущение, что они находятся на Марсе, они должны надевать специальный скафандр, покидая станцию. Он, конечно, не такой тяжелый, как настоящий. Однако ощущения человека, находящегося в нем, вполне реалистичные. Ему приходится на практике решать проблемы типа «Смогу ли я наклониться вперед?» «Смогу ли я выпрямиться?» «Собрать образцы грунта?» «Помочь товарищу, если он получит серьезную рану?» Разумеется, экспериментальная станция оснащена всем необходимым для жизни людей. Полет людей на Марс продлится три земных года. Очень большой срок, чтобы провести его в окружении одних и тех же людей. В таких условиях понятие о личном пространстве принимает совершенно иное значение. Личное пространство, личная каюта, личная жизнь, место для отдыха и спортивных занятий — все это очень важно. Потому что помимо преодоления внешних экстремальных условий, астронавтам придется привыкать к внутренним условиям существования, когда, находясь в замкнутом пространстве, люди начинают действовать на нервы друг другу и становятся агрессивными, потому что лишены возможности избежать контакта. исследователи давно уже перестали ограничивать себя рамками технологий, хотя основой будущих достижений, безусловно, является технический прогресс. Теперь они начинают уделять гораздо больше внимания условиям жизни астронавтов, особенно когда речь идет о долгосрочных экспедициях. Люди могут достичь многого, однако неохваченным остается еще больше. Где мы будем жить в будущем? Какие еще сюрпризы приготовил для нас космос? Это неизбежное будущее человечества, которое проделало такую огромную исследовательскую работу, чтобы выйти за границы Солнечной системы. Возможно, если мы сможем достичь тех далей, которые предсказывал Эйнштейн, в будущем нас ждет открытие новой обитаемой планеты. И, попав туда, мы сможем построить нечто новое. Но в таком случае оно не будет похоже на Землю, потому что, когда это произойдет, человечество успеет измениться. Неизменным остается одно — жажда человечества расширить рамки сознания, чтобы сделать новые открытия. Это часть нашего генетического наследия, которое досталось нам в процессе эволюции. Будущее поколение не остановится на достигнутом и продолжит искать собственный взгляд на жизнь в космосе, потому что человечество постепенно привыкает к существованию на Земле и в космосе. Ещё Герман Оберт, основоположник немецкой астронавтики, говорил, «Вот цель — покорить все пространства, где жизнь существует и может продолжаться, чтобы заселить все необитаемые уголки Вселенной и сделать каждую жизнь значимой». Фильм озвучен компанией «Артмедиагрупп» по заказу телеканала «24техно». Автор русского текста — Карина Албанова. Режиссёр — Ирина Маликова. Текст читал Павел Кипнис. Текст читал Павел Кип Продолжение следует...